Здравствуйте, друзья! В этом ролике я постараюсь вам рассказать, как быстро увеличить производительность вашего нетбука на Windows 7. Нетбук, как вы знаете, это маленький ноутбук, обычно это 10 дюймов монитор, и там стоит Intel Atom, такой процессор. В данном случае у меня здесь стоит Intel Atom N450, сам ультрабук называется EM Machines M350, E Machines EM350. Соответственно, тут 2 ГБДДР второго, 160 жесткий диск, и так приступаем. Значит, как видите, сейчас у меня даже просто анимация, когда подгружается обычного окна, как оно разворачивается или сворачивается, то происходят вот такие притормаживания. Ну или браузер тоже тормаживает. Что же говорить, если я еще постараюсь открыть какую-то вкладку. Но не будем о грустном, и так приступаем. Значит, вот мой компьютер, заходим в свойства. Видите, сейчас некоторое время надо, чтобы подгрузилось, и выбираем дополнительные параметры системы. И далее быстродействие. Вот здесь вот быстродействие, визуальные эффекты и так далее. Заходим в эти параметры. Ну и, собственно, наилучшее быстродействие. К сожалению, для нетбука, мне добавки я не сказал, N450 это одноядерный Atom, Intel Atom. И тут 1660 МГц всего лишь, и полмегабайта кэша. Вот. Единственное, что надо тут поставить, оставить, это отображение сглаживания. Так. Вот это свойство сглаживать неровности экранных шрифтов. Поверьте мне, это очень важно, потому что, когда шрифты не сглажены, смотреть абсолютно невозможно сплошные пиксели. Итак, нажимаем применить, и тут наш замечательный нетбук уйдет в небольшие задумья. И мы поставим пока паузу ScreenCustomize. Что же, друзья, наш нетбук немного задумался, и уже все готово. Как видите, внешний вид изменился, чем-то стал напоминать Windows 98, если кто-то вообще видел этот Windows 98. И, как видите, так немного все же думает, но после первой перезагрузки значит нетбука, ну, уже видите, намного быстрее работают вкладки. Вот, допустим, вы видели, как сворачивался и разворачивался браузер, и видно, что сейчас уже все происходит намного быстрее. Конечно, будет еще быстрее работа с окнами и так далее, но после перезагрузки, как я уже сказал, но сейчас уже тоже намного лучше, чем было. И повторюсь, опять же, после перезагрузки все будет намного-намного быстрее. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...